Помощь волонтёров вновь становится актуальной. Вспомнить опыт первой волны пандемии и обсудить план действий в новых реалиях собрались молодогвардейцы партии «Единая Россия» и члены молодёжного парламента при Совете депутатов округа. На встрече активистов в Люберецком музейно-выставочном комплексе побывала наша съёмочная группа. По сравнению с весенней пандемией, сейчас у врачей есть опыт лечения больных коронавирусом. Волонтёры, в свою очередь, стали эффективнее оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска. В штабе помощи учли прошлый опыт, наладили координацию внутри команды и улучшили логистику. Вопрос доверия был самый сложный, потому что его нельзя решить, сидя в кабинетах или принять какое-то решение, его огласить. Это вопрос человеческого взаимодействия между волонтёром и отдельным взятым жителем. Вот сейчас я уверен, что жители нашего округа нам в этом плане доверяют. Весной в пиковые дни волонтёры обрабатывали по 100 заявок. Молодые люди разносили продукты, ходили за лекарствами, оплачивали коммунальные услуги. Бывало, что одинокие люди просто нуждались в общении и поддержке. Сегодня по большому счёту 65 плюс – изоляция. Люди с хроническими болезнями – изоляция. Ваша помощь там крайне необходима, крайне важна. У нас с вами работа, я так прикидываю, уж до мая месяцами обеспечили. Поэтому я хочу пожелать вам терпения, здоровья, бережного отношения к себе, к своим близким, к родственникам. Волонтёрский штаб возобновил свою работу 15 октября. Сейчас он объединяет 150 неравнодушных люберчан. Присоединиться к движению активистов может любой житель округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.